Уральские горы – один из старейших известных горных хребтов. В 1991 году российские геологи решили исследовать его часть, чтобы отыскать новые месторождения золота. Но вместо драгоценного металла они обнаружили нечто совершенно неожиданное – крошечные спирали и пружинки. Это должен был быть обычный рабочий день, вспоминает минералог Регина Аким. Мне дали для анализа образцы песка, выкопанного с глубины 9 метров, в районе рек Кожим, Нарада и Болбанью. Я должна была выяснить, есть ли в нем частицы драгоценного металла. Но ученый обнаружил в осадке то, чего там по логике быть не должно. Под микроскопом виднелись спиралевидные детали. Самый большой из загадочных объектов был длиной всего 3 мм, другие частицы были размером 1,020 см. Как выяснилось позже, помимо меди они содержали также молибден и вольфрам. Но это не подавалось логике. Данные металлы очень редкие и встречаются в природе преимущественно в виде сплавов. Именно материал из которого состоят спирали, найденные на реке Нарада, не дают ученым покоя. К тому же они оказались разбросанными по всей территории на десятки километров. Пинтерест. Ком. Вольфрам чрезвычайно трудно расплавить. Его способность выдерживать высокие температуры используется при производстве космических аппаратов и ракет, говорит автор книг о загадках и тайнах Дэвид Уилкок. Объекты также имеют очень правильную структуру. Мы можем создать их только с помощью высокотехнологического производства. Именно материал из которого состоят спирали, не дает ученым покоя. К тому же они оказались разбросанными по всей территории на десятки километров. Потому геологи сразу после обнаружения находки, поинтересовались у военных, известно ли им что-нибудь об этих объектах. Но ответ был отрицательным. Загадкой является не только происхождение частиц, но и их возраст. В 1994 году мы с командой искали золотоносные отложения в районе реки Нерада, рассказывает Елена Матвеева, кандидат геолога минералогических наук. Мы работали только лопатами и ведрами. Мы были поражены, когда через 6-12 метров нашли кусочки вольфрама, похожие на современные спирали нитей накаливания, используемые в лампочках. Pinterest.com. Мы работали только лопатами и ведрами. Мы были поражены, когда через 6-12 метров нашли кусочки вольфрама, похожие на современные спирали нитей накаливания, используемые в лампочках. Такая глубина соответствует верхнему плестоцену, который сформировался за 100 тысяч лет до нашей эры. Когда возникает логический вопрос, откуда здесь взялся столь редкий металл, ученые до сих пор не могут найти логического объяснения и лишь разводят руками. Для некоторых таинственные спирали являются доказательством существования на этой территории развитой цивилизации или же являются творением инопланетян. Ряд сторонников поиска неизвестных форм в жизни также предполагают, что пружинки появились благодаря НЛО, который когда-то взорвался над Уралом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.